Всем привет! Вы видите редкую и дорогую пробную монету Украины, чеканенную на Луганском станкостроительном заводе, которую планировали вводить в Украине, но она так и не была утверждена. Почему ее не выпустили и сколько она сейчас стоит? Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать и принять участие в конкурсе. Я разыграю копию этой монеты и отправлю победителя абсолютно бесплатно. И пожалуйста, подпишитесь на канал, это одно из двух условий участия в этом розыгрыше. Ну что, поехали! Эти 15 копеек 1992 года из стали, покрыты латунью. Эта монета есть в разных каталогах и цена заявлена более 20 тысяч гривен. И подобные продажи конечно были. Эту монетку можно увидеть на сайте Vivolity. Ссылку на раздел с интересными и редкими монетами Украины я оставлю в описании. Там вы можете как выставить на продажу свои монеты, так и прикупить к себе в коллекцию действительно редкие и пробные монеты Украины. Если вы недавно смотрите мой канал, то наверняка вы не видели ее вживую и даже не слышали о ее существовании. Какая же история этой монеты? Давайте разбираться. Количество номиналов монет в Украине могло быть гораздо больше. К общему ряду планировались еще 3 и 15 копеек. Конечно, ряд мелких номиналов у нас сейчас изрядно сократился. У нас остались только 10-50 копеек. Ну и добавились новые монеты нового образца. 1, 2, 5, 10 гривен. Ну кстати, там тоже есть пробные монеты, которые стоят дорого. Ну и редкие монеты Украины. Видео на эту тему я уже записывал. А вот уникальная фотография. Макета 3 копеек. Который впервые я показал на своем канале в одном из прошлых видео. Фото мне любезно предоставил бывший сотрудник Луганского станкостроительного завода. Где до 1997 года чеканились украинские монеты. Кстати, после демонстрации этого макета в Китае появилась копия этой монеты. На самом деле эти монеты не чеканились. Существовали заготовки под них и этот макет, который я вам сейчас показываю. Почему же отменили 3 и 15 копеек? Ну все довольно просто. Получался сильно большой монетный ряд. И оказалось, что это просто экономически невыгодно. И ликвидировали некратные гривни 3 и 15 копеек. Давайте подробнее разберем 15 копеек. В 1992 году идет вырубка заготовок под 15 копеек. И в конце мая пуансоны 15 копеек были готовы. И штамповщик отчеканил на гидравлическом прессе несколько экземпляров монет. Которые должны были стать первыми в истории Украины номиналом 15 копеек. Но этого не случилось. По информации одного из сотрудников завода, который любезно поделился с моим каналом. Огромная благодарность ему за это. Первая пробная партия монет 15 копеек была сделана из латуни. Не более 30 штук. Вторая партия сделана на патронной стали. Это 300 штук. Моя монета как раз сталь, покрытая латунью. Ну, которую иногда называют патронная сталь. И небольшая партия была отчеканена из нержавеющей стали. Чеканку производил начальник инструментального производства. Их около 10 штук. А сейчас перед вашими глазами латунная заготовка под монету 15 копеек. Многие коллекционеры добавляют к себе в альбом вот такие заготовки. И довольно красиво смотрятся. Кстати, если вы хотите к себе комплект заготовок под монеты Украины, напишите мне в инстаграм. У меня осталось несколько штук. Моя монета это сталь, покрытая латунью с четырьмя ягодами. Как мы знаем, позже появилось несколько пуансонов 15 копеек с тремя ягодами. Но по словам бывшего сотрудника ЛСЗ, она не считается оригинальной. Ее специально делали. У меня есть копия такой монеты с тремя ягодами. Вот так выглядят эти ягоды. Если интересно, чтобы я рассказал, как отличить настоящий 15 копеек от подделки, напишите об этом в комментариях, я сниму новый ролик. В описании к видео будет ссылка на книгу «Первый монетный двор Украины», которая есть в интернете с разрешения автора. Огромная благодарность ему за проделанную работу и создание этой книги. Напишите мне в комментариях, насколько интересно вам было это видео, стоит ли продолжать снимать подобные ролики про первые пробные монеты Украины. А для участия в конкурсе на вот такую копию 15 копеек, просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео с одним человеком или в группе Facebook, Viber, Telegram. И победителя я определю среди ваших комментариев. И бесплатно отправлю эту монету по Украине. Итоги конкурса, как только на канале, будет 100 тысяч. Это будет совсем скоро. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Если досмотрели до этого момента, оставляйте комментарий, начиная с фразу «Фартовый коллекционер или бабки в шапку». И удача и успех всегда будет с вами. Всем пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова